Ниссан Тиана третьего поколения появился на российском рынке совсем недавно, в начале 2014 года. С автомобилем произошли серьезные метаморфозы, в результате которых он стал, по многим показателям, ближе к безоговорочному лидеру по продажам в сегменте D+, к Toyota Camry. На нашем сравнительном тесте топовые модели с весьма обширным набором опций и нарядной ценой. Toyota Camry в комплектации Prestige за 1 миллион 307 тысяч рублей и Ниссан Тиана в комплектации Premium Plus за 1 миллион 375 тысяч. То есть уже на старте сравнения Тиана оказывается дороже на 68 тысяч рублей. Параметр, по которому Toyota Camry и Ниссан Тиана, попавшие к нам на тест, идеально совпадают, это размер колесной базы. 2772 миллиметра, что по идее должно обеспечивать пассажиров второго ряда одинаковым комфортом. Сравнивать удобство бизнес седанов принято начиная со второго ряда сидений. Первый гостей принимает новая Тиана. В поколении 3 маркетологи Ниссан упразднили выдвижные механизированные подпорки на креслах Тианы, принимающие на себя и крынок пассажиров. Кое-что, впрочем, осталось прежнее. Я не могу полностью поместить ступни под кресло, когда оно находится в самом нижнем положении. Но запас перед коленями при моем росте под 190 сантиметров здесь колоссальный. Немного смущают жесткие спинки. От былого великолепия остались подстаканники и две кнопки, которые активируют подогрев сидений второго ряда. В Toyota Camry я могу почти свободно поместить ступни ног под кресло переднего пассажира. Я сейчас расположился сам за собой, мой рост под 190 сантиметров. Вот такой запас перед коленями. И есть еще такой, знаете, секретный запасец. Здесь на подлокотнике, помимо бокса с розеткой, есть клавиши управления углом наклона спинок второго ряда. Есть кнопки управления температурой, потому что здесь трехзонный климат-контроль. Также вы можете регулировать громкость штатной магнитолы и листать со своего пассажирского места треки, либо каналы радиоприемника. Здесь выше погрузочная высота и меньше объем багажника. Это Nissan Tiana. 474 литра и на 20 миллиметров выше находится вот этот порог, чтобы вы загружали туда багаж. У Toyota Camry 483 литра полезного объема. Это при том, что в нашем распоряжении находится комплектация Prestige. То есть электропривод спинок второго ряда отъедает часть полезного объема. В других комплектациях объем багажника здесь составляет 506 литров. Колесная база — единственное место в ТТХ, где у этих одноклассников можно ставить знак равенства. Даже при том, что у них похожие рабочие объемы моторов, показатели мощности и крутящего момента у двигателей объемом 2,5 литра Toyota и Nissan разные. Тойотовский мотор выдает 183 лошадиные силы. Двигатель Nissan 172 лошади при тех же 6000 оборотах в минуту. Но при этом у мотора Тианы чуть выше крутящий момент — 234 ньютон-метра против 231 у Camry. И достигается пик крутящего момента у Nissan чуть раньше. И все же, несмотря на лишние 20 килограммов снаряженной массы, Camry привозит Тиане в разгоне с места до 100 км в час 0,8 секунды. Винить в этом похожие силовые агрегаты язык не поворачивается, тогда как коробки передач у Тианы и Camry принципиально разные. У Тойоты классический шестиступенчатый автомат с гидротрансформатором, у Nissan необычная вариаторная коробка. Конструктивно вариатор не имеет ступеней, и нарастание тяги происходит очень плавно и равномерно. Так вот, чтобы привлекать молодую аудиторию, которым нравятся все-таки эти рывочки, толчки, перегазовки, вариатор Nissan Tiana умеет притворяться обычным автоматом. Для этого есть положение рычага, соответствующее, в котором начинают появляться подергивания, которые свойственны классической автоматической трансмиссии при перемене ступеней. Автоматическое КПП Toyota Camry тоже имеет маркетинговую фишку. Помимо традиционного режима ручной перемены передач, у Camry есть оригинальный спорт-режим. При переводе в левую кулису рядом с показателем 4 появляется буковка S. То есть это спортивный режим работы трансмиссии. Спортивность его заключается в том, что коробка передач выключает из процесса две верхние передачи в автоматическом режиме. И автомобиль дольше удерживает вот эту самую четвертую передачу, максимальную в этом случае, обеспечивая вам запас тяги. Несмотря на разницу в объективных показателях динамики, по набору субъективных ощущений, Nissan Tiana не воспринимается как более медленный. Tiana, она какая-то, как будто более молодой, более воздушный автомобиль. Наверное, этот эффект еще достигается за счет того, что здесь больше воздуха. Здесь тонкие стойки, здесь чуть больше зеркала, больше оконный проем сзади. Обзорность у Tiana, она получше будет, чем у Toyota Camry. Кроме того, воздуха в салоне добавляет еще люк в крыше, который Toyota Camry не предлагает своим клиентам вовсе. Но в Nissan Tiana он идет только в максимальной комплектации Premium Plus. Список опций, которыми нафаршированы Nissan Tiana в комплектации Premium Plus, и которые в большинстве своем напрочь отсутствуют в списке опций Toyota Camry, как возможные, также включают в себя системы мониторинга слепых зон, распознавание движущихся объектов позади автомобиля, контроля рядности движения. Кроме того, Tiana имеет вентилируемые передние сиденья, а будто 18-дюймовые легкосплавные колесные диски против максимально 17-дюймовых у Camry. Toyota помогает водителю двигаться задним ходом, транслируя изображение с камеры заднего вида на 7-дюймовый дисплей. Nissan продвинулся чуть дальше. Камеры, расположенные по кругу, дают вам картинку каждой в отдельности, но на экране вы видите изображение своего автомобиля, вид сверху, и все движется как будто вокруг вас. Toyota такого сделать не сможет. Кроме того, камера заднего хода у Nissan Tiana снабжена дополнительным омывателем. Toyota Camry рассчитана на водителей курпулентного телосложения, то есть на таких крупных дядек, там из сиденья плоское отформовано под солидное тело. Здесь немного другая ситуация и боковая поддержка, ну, я бы сказал, что в Nissan Tiana ощущается чуть лучше. С точки зрения пассажиров второго ряда, традиционность Camry и ее нарочитая солидность выглядят выигрышнее. На втором ряду Toyota больше лимузина, чем в Nissan. Акустическая картина, плавность хода и плавность всего располагает заняться в бизнес-седане бизнесом. Nissan же вызывает желание порулить. В новом поколении Nissan Tiana гораздо охотнее винчивается в поворот. Не только охотнее, чем ее предок, но и охотнее, чем Toyota Camry. Здесь есть некоторые линца, и задняя ось при резком перестроении, ну, не прямо вот сразу следует за осью передней, а долей секунды идет некоторое раздумье. Потом Toyota Camry четко выполняет маневр, но Nissan Tiana делает это как-то по-мальчишески более легко и непринужденно. Находясь на месте водителя, я воспринимаю походку автомобиля в целом, включая вот в случае с Nissan Tiana жесткость руля. Это жесткость каждого усилия, которое я предкладываю для поворота руля. Поэтому мне кажется, что походка у Tiana жестче, чем у Camry. Хотя на самом деле и тот, и другой автомобиль умеют по российским дорогам ходить, как никто другой. Они как-то вот фантастически ловко скругляют все эти неровности, и до вас вот в салон доходит уже отдаленное какое-то рассеянное бум, даже когда вы колесами встретили серьезные препятствия. Существенная разница в цене Toyota Camry и Nissan Tiana при пересчете на стоимость опций оказывается не столь существенной. В процессе выбора на первый план выходят ценности нематериальные. У Toyota Camry и новой Nissan Tiana теперь разные представления о потенциальном покупателе седанов бизнес-класса. Традиционность и солидность – проверенный оплот Toyota. Технологическая продвинутость и юный задор – новый конек Nissan. Технологическая продвинутость и юный задор – новый конексатор. 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 Продолжение следует...